Всем привет! Всем, кто периодически смотрит мой канал, уже наверняка видели, что у меня есть видео, где я показывала, как делать бомбочки для ванны. На этот раз я покажу вам, как делать пенящиеся бомбочки для ванны. Помимо того, что они шипят, они еще и выделяют обильную пену. Как видите, в составе присутствует кокосульфат натрия. Это пав, который дает эту пену. Из кокосульфат натрия обычно делают твердые шампуни. Для начала нужно измельчить все сухие компоненты в кофемолке или в ступке, а у соды разбить комочки. Работайте в перчатках и в маске. Итак, в отдельной таре нужно смешать базовое масло, отдушку или эфирное масло. Смешиваем кокосы фат натрия с содой. Так, если вы меня слышите, теперь мы смешиваем все вместе в одной большой таре. Не забудем добавить краситель. А что у нас с красителем? А почему он не бьется? Итак, наша задача хорошенько размешать смесь. И через какое-то время вы видите, что она становится уже такой рыхлой. Если рыхлость недостаточна, если она не лепится в руках, то можно сбрызнуть буквально один-два раза спиртом. Только не переборщите, чтобы реакция не пошла раньше времени. Как со временем начинает уже масса, становится твердой, начинает лепиться вот таким образом, то по сути можно уже утрамбовывать. И для новичков я рекомендую использовать обычные пластиковые формы, утрамбовывать и оставлять застывать бомбочку на сутки в сухом месте. Для тех, кто делает бомбочки уже не первый раз и может понять, до какой кондиции дошла эта масса, можно использовать обычные стандартные полусферы или где мой второе сердечко, вот же оно. Или вот такие формочки. И так еще раз повторюсь. Для того, чтобы бомбочка раньше времени не растрескалась или не вступила в реакцию, где-то сутки подержите ее в сухом обязательно помещении. Или в формочке, или в таком виде. После этого упакуйте ее в термоусадочную или обычную пищевую пленку. Так, ну что ж, результат произошел. Все мои ожидания. Бомбочка очень хорошо пенится. И если добавить два таких сердечка, которые я сделала в ванну, то у вас будет очень много пены. До сих пор продолжает, кстати, пениться, несмотря на то, что уже прошло достаточное количество времени. Если вы до конца не разобрались, как сделать бомбочки для ванны, то у меня есть подробный мастер-класс в одном из моих предыдущих видео. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Ну что ж, будьте красивыми, экспериментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok